Здравствуйте, зрители и подписчики моего YouTube канала. Это видео будет о древнем археологическом месте Пинара, юг Анатолии, так называемая область Ликия, так называемые Ликийские гробницы. Я недавно сделал видео о Ликийских гробницах, и это как бы будет продолжение о другом месте, о Пинара. Чем оно меня заинтересовало? Есть там небольшое присутствие кнопсов, я покажу их в видео. Есть там небольшие элементы полигональной кладки, тоже покажу в видео. Совсем небольшие, но есть. К сожалению, очень много там разрушено, но вот какие-то фрагменты полигональной кладки уцелеют. Также будет показано, чем оно наиболее меня заинтересовало. Помимо всего, что там есть, это скала, которая буквально такими прямоугольными отверстиями, нишами пробита скала, горная скала. Официальная версия говорит, что это Ликийские гробницы, не таких состоятельных граждан, якобы это для них, а для более состоятельных были такие там целые такие комплексы, такие. Кто его знает? Примерно с 17-18 века туда уже в эти районы прибыли первые Элины. Я пока напишу, какое племя Элинов владело этой территорией. И основные события там, конечно, произошли во время извержения вулкана Санторини. Это примерно, по моему сугубо личному мнению, дата извержения произошла примерно в 1200 году до нашей эры. Плюс-минус, ну, скорее всего, что плюс где-то лет 5, где-то в 1203 год, может, до нашей эры, где-то так. И это событие произошло сразу после захвата греками Трои. Это событие произошло в начале так называемого коллапса бронзового века. Хотя официальная наука первоначально тоже говорила эту дату, потом что-то там у произошло. И сейчас после там, после каких-то многих изменений, они говорят, где-то там 1650 год до нашей эры, извержения Санторини. Но я думаю, скорее всего, что было извержений несколько. Они натолкнулись на какой-то слой пепла, который действительно был, может, например, в 1650 году до нашей эры. И вот они его додатировали. А основное извержение, как по мне, произошло примерно в 1200-1205 году до нашей эры. в этот промежуток. Сразу после захвата греками Трои, именно волны этого извержения, ну, взрыва этого цунами, подхватили корабль Одиссея и отнесли его к берегам Трои, ой, к берегам, к берегам, ну, там, где Карфаген потом был образован. И где-то там, в том районе, они нашли остров Циклопов, где-то на берегу северо-африканского побережья, где-то в том районе. Северо-африканского побережья Как я уже говорил, это видео о Литийских гробницах. Меня заинтересовали это вот одна из скал наиболее. Как бы там очень много всякого интересного, и колонны разрушены, и все-все-все. Но именно вот эта скала меня наиболее заинтересовала. Некоторые люди говорят, что это якобы пещеры троглодитов. Я на самом деле так говорить не буду. Только машина времени может дать ответы на все вопросы. Все остальное не больше, чем гипотезы. Также официальная версия тоже не более, чем гипотеза, что бы она ни говорила. Как говорится, меньше слов, больше дела. Более подробно вы увидите дальше видео. Спасибо за ваш посмотр. Спасибо всем, кто помогает моему YouTube-каналу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА